всем привет дорогие друзья на нашем канале новое видео это необычное видео я надеюсь вам формат этот понравится очень простая тема интервью с машинистом весь его путь как он пришел в метро как проходило обучение как он сейчас работает ну и вообще истории просто из жизни из работы смотрим вот так вот нормально так дорогие друзья но получилось меня уговорить до дмитрий особо и не сопротивлялся наш машинист таганско-краснопресненской линии сегодня у нас в гостях дмитрий сергеевич молокин мы переместились что было потеплее в автомобиль к шеринг ну потому что сидеть в кафе там музыка играет будет плохо слышно здесь очень удобно и тесная сколько ты уже у нас работаешь ну вот получается у меня уже как год и два месяца год и два вот давай самого начала мне бы интересно было и нашим зрителям тоже я думаю где ты работал до метро где жил расскажи пожалуйста но я приехал солнечного города герой волгограда вот столица приняла меня достаточно нелегко и каждый из вас те кто желает наверно переступить порог московского метрополитена должны быть готовы к серьезным я не знаю к серьезным усилием к приложить серьезные усилия серьезные усилия по слову освоить профессию да да однозначно я как бы изначально понимал куда я иду потому что прежнее место работы это российские железные дороги а вот если может быть кто-то увидит или услышит это привет ты 4 волгоград пассажирская то есть раньше ты там работал именно в волгограде да 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 на железной дороге вот пассажирском движении и учился я тоже волгоградской техникум и железнодорожного транспорта слушай у меня сразу пока вопрос не вылетел главы а что тебя вот дернула что тебя сподвигло именно переехать в москву вот сюда и когда ты ехал в москву сюда оттуда из волгограда у тебя уже была точная цель пойти работать метро или пока что еще нет нет однозначно как бы железнодорожная колея это мое направление мне это безусловно нравится как я и говорил это было выбрано уже с детства ну а что сподвигло меня перебраться в столицу не обитованную но немаловажным аспектом явилась именно финансовая составляющая как бы мне всегда не тешила та мысль а то что за одну и ту же работу по факту в просто в разных регионах нашей необъятной страны люди получают разную зарплату но к большому сожалению как бы но не то чтобы в основном но большой аспект тянул именно к финансовой финанс составляющей но и как ты говоришь что же тебе вот нравится железная дорога да вот это да 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 но на самом деле почему именно метрополитен потому что метрополитен все-таки я сейчас как я уже говорил ранее что поступил в российской академии транспорта вот дабы она это ты когда уже у метро работая в метро да я поступил на высшее образование высшее образование но как-то вот перспективы дальнейшие здесь имеются вот и немножко не уходя тема когда разговариваю с одногруппниками на эту тему что я работал на железной дороге пошел метрополитен многие говорят но в основном тоже все железнодорожники работают учатся точнее и как бы сказали что шило на мыло поменял но на самом деле я не согласен потому что все таки железная дорога это такая большая компания огромная где еще сложнее навести какой-то определенный порядок и алгоритм точных действий метрополит в это именно по действиям машинисты до по действиям машинисты локомотивный бригад а конечно здесь ответственность больше потому что здесь мы в кабине находимся одни вот за исключением как бы но одной всего филевской линии метрополитена но я понимал что большая велика вероятность что я буду работать один сам и отвечать свои действия тоже сам на жизнь дороге было именно также но там была помощь как бы машиниста именно плечо машиниста если что-то где-то засомневался и не понял то у тебя всегда есть коллега который может что-то подсказать здесь ответственность побольше а здесь и интенсивность движения какая-то интенсивность движения до это просто земля и небо до неба земля и дастся согласен то что разница именно в самой работе достаточно велика в связи с тем то что там и не сказать какие интервалы все остальное что говорить человек понимающий кто даже сейчас смотрит наши с вами видеозапись те кто углубляется и понимает в этом на железной дороге вспомогательный поезд заказывается если я уже не помню память не изменяет по-моему то ли 10 с чем-то минут то бишь определение исправности 10 минут тут вспомогательный поезд по регламенту оказывается через пять минут в два раза меньше то бишь действия машиниста должны быть четко отрегламентированы а вот и понимать здесь достаточно с этим немножко позже но еще говорить даже да вот малейшая какая-то поддержка даже просто двери пассажиры там начали держать этим будем говорить про нашу линию час пик это моментально отражается на графике движения поезда могут притормаживать на перегонах некоторые даже возможно останавливаться всего лишь кто-то кому-то придержал двери на какой-то нибудь станции выхина предположим слушай но мы немного так отошли от темы да смотри то есть ты приехал в москву вот люди сейчас смотрят некоторые наверное многие и думаю тут как вот он собрался и поехал в москву устроиться метрополитен то есть ты ехал туда уже с этой целью чтобы именно устроиться в метро сложно ли было вот первое время как-то обжиться найти жилье собрать документы ты сразу то пошел устраиваться на работу вот это расскажи ну вот сам процесс как ты приехал и как дальше все происходило как даже происходило ну я был гостем на очередные наверное как многие из нашей необъятной родины как я до этого и говорил все на выходные праздники простые гости они едут в москву а вот мы не можем себе позволить и заграничных полетов всего остального поехали в столицу да она встретила на своими красивыми огнями а красивыми улицами и все остальное ехав в метрополитене увидел объявление именно оттуда я узнал об этом углубился посмотрел поехал на станцию выставочная в этот же день или уже домой нет прям по ну как я еще раз говорю я приехал именно на встречу про его провождение приятного время провождения праздничных дней а вот это январский праздник а понял да и заодно как бы до увидев это я поехал но там были праздники еще раз говорю как только они на прошли по сечении двух-трех дней а я поехал на станцию выставочная и объяснил девушкам на рецепшене что работаю действующим помощником машиниста с правами управления и как бы вижу себя в новом месте работы и хотелось бы каких-то перемен они мне все подсказали проконсультировали меня я позвонил пообщался с действующим инструктором он находится там на месте а вот о работе примерно так наброски картины происходящего самого процесса работы вот но я понимаю еще раз говорю я прям в этой каши непосредственно варился круг говоря а вот потом что да вы знаете на самом деле большое количество людей при приехав в москву сталкиваясь с трудностями опускают руки но себе зарубило носу что если опущу руки легче не станет вот скажи пожалуйста вот здесь вот сейчас я задам вопрос какие были трудно сначала проверю идет ли запись как у нас запись идет вот трудности то есть ты туда пришел тебе вкратце описали работу сказали какие документы необходимо собрать про медкомиссию уточнили вот какие вот конкретно у тебя возникли трудность понятно что ты справился с ними но людям расскажи именно вот при поступлении при оформлении на работу но я скажу что необходимо плавен нас правильно структурировать свой план действий то бишь вы знаете сама постановка на должность трудоустройства это огромный механизм как швейцарских часов и достаточно одной детали не хватать и все это не будет работать необходимо я конечно же построил определенный план действий мне сказали какие необходимые мне документы при этом я узнавал где их взять где запросить куда привезти кому отдать взял непосредственные контактные телефоны потому что я непосредственно жил в городе волгограде и при этом уже подготавливал почву для переезда в москву я потому что встречались и такие ситуации будучи уже в пц когда я учился на машиниста а люди приезжали а подбивали все свои концы с концами приезжали устраивались но понимали что при зарплате 26 800 я проучился получается в общей сложности 8 месяцев но на эту зарплату я жил ну наверное полгода а связи с тем что мы еще и пандемии захватили как это такие вот форс-мажорные обстоятельства но и к ним надо быть готовым а то бишь когда ты приезжаешь в основном люди едут а уже находясь в семейных ну как семьей находясь уже в отношениях и именно просадки по финансам к этому необходимо быть готовым подбил и посчитал так сказать свел девиц кредо это смотри это у тебя было были просадки некоторые люди идут может быть эти 30 тысяч но они нему-нибудь там не знаю на прежней работе столько же получали но кому-нибудь другом городе сколько у в волгограде зарплата была пример о вам да примерно ну вот уже где-то получается я уже не работаю два года максимально я помню 38 38 но небольшая была небольшая 38 там 35 тысяч помочь машиниста и еще раз подчеркну посадочном движении то бишь не в хозяйке нигде него вот а именно так сказать на потолке ну прошел ты получается собрал документы я просто так и не помню то есть ты несколько раз ездил волгоград или как и да мне приходилось в связи с тем то что как бы но я не обладал большой подушкой финансового аспекта я мне приходилось брать свой счет я приезжал что-то довозил что-то привозил корректировал и подбивал я то бишь непосредственно взял номер телефона в на рецепшене я это получается в пц и даже посредством пц при этом транспортном университете транспортными сети я приехал туда взял контактные номера и был на связи именно с девушками которые подготавливали группу то бишь они меня курировали по всем моим вопросам какие-то либо непосредственные вопросы я прям звоню и говорю все я написала на заявление на увольнение по собственному желанию мне необходимо отработать срок когда будет набираться группа каком количестве что мне надо сделать как прийти и какие документы то бишь мы подбились по документам я ждала своего увольнения приехал сюда прожил есть не ошибаюсь две-три недели непосредственно здесь уже квартире вот но всем и каждому я советую те кто нацелен именно завоевывать московский метрополитен я бы сказал так эти две-три недели не стоит ну если есть свободное время так сказать это сейчас я уже провожу анализ по происходящему скажу то что их терять ни минуты не стоит потому что сразу вы столкнетесь с большим количеством информации потому что ответ две-три недели ты просто грешит когда я две-три недели я находился здесь в москве и как бы ожидал уже непосредственно набор группы и заезд под определенным а вот по поводу информации ты что имеешь ввиду что что не терять время то бишь если вы хотите ну допустим вот я жил в измайлово я и живу сейчас там и я определился какой тип подвижного состава уходит на моей линии а я посмотрю какие-то пленые наброски видео также какая-то информация с 100 готовился к работе до готовился к работе потому что знаете как бы каждый из вас кто будет переступать через порог у пц как еще не транспортный раз транспортного университета должны понимать что в метрополитен как в государственное учреждение приходит колоссальное количество людей колоссальное количество людей вот чтобы понимали группы набирается каждые две недели группы собираются в актовом зале их раскидывают по депо вот это вот это 2 недели так недельная практика вот и на первом дне в актовом зале нас сидела 89 человек ого 89 человек было в актовом зале а метрополитен набирает им необходимо сток сток сейчас понятно линии строится очень много большое количество людей необходимо с вами согласен но тем не менее это ни в коем случае не сказывается на людях я скажу так потому что нам говорили сразу как только мы пришли нам сказали мы не берем количество мы берем качество конец но здесь потому что работа с людьми это транспорт этот раз вот это очень серьезная ответственность нам сразу говорили о ответственности который будет за что отвечает машинист что на его плечах вот глядя на тебя ты уже и проработал ты большей степени так понимал куда ты идешь были такие люди которые приходят им действительно приходилось бы объяснять и внушать вот эту всю ответственность которая с которой они столкнутся на работе вот да конечно были те люди которые непосредственно ни в коем случае не сталкивались не в полной мере понимали не в полной мере до понимали потому что они как и большое количество провинциалов ехав в вагоне под землей и решая свои какие-то обдумки и процессы вопросы подымая голову и виде зарплату 140 тысяч рублей а реклама именно агентирует максимальное количество денег машиниста они говорили бог ты мой что здесь такого я там грубо говоря там поля пашу за 30000 когда здесь можно 140 просто дергать ручку как они говорят дергай ручку но понятно то есть я к чему говорю то есть дороги друзья может быть после просмотра в нашего видео многие захотят попробовать себя выучиться на машиниста вы должны осознавать всей душой телом и головой самое главное то что это очень серьезная и ответственная работа приехав в москву я как и в принципе большое количество провинциалов тоже там съехал на съемное жилье было очень трудно было мы сели когда на пандемию на дистанционное обучение когда мы были у преподавателей в кабинете мы могли непосредственно подойти и что-то решить а если ты не понял преподаватель с огромным энтузиазмом я даже сказал объясняли все эти моменты очень хорошее человеческое отношение со стороны руководителей каждому и во всем как бы тоже руководству как бы достаточно держит кулак жесткий чтобы каждому индивидуальный подход понятно это серьезная это из профессии поэтому тут надо это понимать ну вот стал ты машинистом то есть прошел весь этот путь сдал экзамены в депо у нас соответственно да и работаешь уже машинистом больше года больше года давай вот первый день ну когда ты уже один или ну с помощником давать у нас первое время работать с помощником первое время это для подстраховки и вот вы с ним заходить в кабину ощущение какая-то волосмена помнишь ли ты это куда вы поехали с какой станции так далее да я помню свою первую смену мы наезжаем из два молодых машиниста принимали состав депо еще раз перепроверяли себя потому что ошибок здесь не дано и каждая мелочь как нам и владимир тысяч объясняли давали напутствие и советы я помогу я себе зарубил носу что молочей в этой работе нету и какая-то банальная не проверка стоп крана банальная казалось бы а в аварийном случае необходимо будет сорвать его а он будет не работать может привести к неминуемым последствиям трагичным последствиям ведь услышали вот само настроение вот именно то интересно мне вот как ты себя чувствовал то что вот ты сейчас нужно принять состав и выехать на линию именно вы не посредством волнение это уже ответственность ты понимал что ты прямо на вот прям упала то там был рядом удар кто-то рядом наставник наставник инструктора теперь ты один и непосредственно ты сам сталкиваясь с трудностями преодолеешь их сам я себя помню я помню у меня первая смена машинистом я выходил на линию тоже в два лица это было 2000 2009 год лето ну не помню точно какая дата к сожалению но это была смена подмена 1 мы садились по первому пути станции пролетарская это конечно что состав ежи 3 и я помню как мы отработали смену это конечно незабываемо понимаете можно все забыть там какие-то может быть случаи были да а вот первый рабочий день не за вот выезжаете на линию давай да конечно но на самом деле буквально по моему в первой же смене или одной из первых смен не обошлось из казусов на которые мы были так сказать не то что мы были в принципе готовы но на тот момент когда это произошло вот этот выплеск адреналина понимаешь это словами не описать как бы сотни был готов но прежде всего немалая даже очень высокая роль идет психологическая подготовка машиниста чтобы он может все знать но если у него там сильнейший стресс упадет на него то он может поменять моментально все забыть да это действительно так поэтому психологическая подготовка машинистом не менее важна даже чем практически теоретическое что случилось ты был поездной диспетчер вызвала нас мы следовали впереди идущий поезд у него была неисправность его убирали и мы ехали уже не по своему расписанию она поменяла номер поезд номер маршрута и доехав до станции планерная раньше у нас же были расписание руках это сейчас мы их оставляем ну да я помню что раньше книжка была вот а нам давали талон и мы в разбивке у нас указано кто у нас является машинистом а кто помощником то бишь если ездил мой сменщик он был так сказать у штурвала в кресле машиниста я был на стоп кране и мы подошли кабине она дала нам дежурная по станции дала нам поездной талон мы зашли сели это было утро и время уже уже опоздание идет уже пик да и вот это вот как бы пик суета и я вижу то что она дала талон но дала талон машинистам кто первый шел и поездной диспетчер начинает вызывать она обращает внимание на табло впереди на маски на лице состава там номер маршрута и она тому ли дала я талон а мы уже двери закрыли и он уже поставил ручку вход то бишь мы уже отправились по зеленому она такая стой 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 и все и в голове тысячи мыслей мы не мы как поехали это диспетчер это бы это нет стоят это уже дежурным просто махнула она стой 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 и вот а уже ручка в ходу и зеленые мы отправились и мы едем так так был зеленый зеленый вот эта концентрация волна эмоции вас в голове то что там светофор был запрещающего нет мы в графике лимитра своему или расписанием поехали либо нужна была выдержка кому она сказала стой нам а она просто дала талон не удостоверившись правильно ли она нам дала то бишь она тоже зачем-то засомневался и в наших лицах точно не было уверенности такая небольшая ситуация да но конечно в голове прилетает много мыслей в этом следа слушай ну а так вот потом конечно через какое-то время пас уже начал работать один ну вот уже когда привык а обвыкся какие были интересные еще случаи из работы из работы на такие необычные было чем такое в принципе в работе не знаю мне кажется каждая смена несет в себе индивидуальность каждая смена всегда проходит по-разному и всегда конечно случаются курьезы в основном конечно человеческий фактор это пассажиры вызов пассажир машинист какие-то драки какие-то лица были забытые сумки за кому-то плохо да 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 это так сказать бытовые вопросы именно которые с которыми ты сталкиваешься каждый ежедневно до ежедневно к этому надо быть готов ты этот случай он не шаблонный в инструкции прописаны действия по факту всегда мы индивидуально подведу это очень важно да это очень важно вот приятно слышать это потому что мы должны понимать что есть инструкция есть регламентированные действия но действия машиниста они должны быть как сказать регламентированы но с соображением своей головы то бишь конкретному случая конкретно конкретной обстановке где находимся станция там перегон и так далее да кто там вагоне какая у тебя любимая смена ночь ну вот давай будем сначала так именно утром больше нравится работа когда рано утром встаешь проезжаешь там к 6 к 7 утра может быть днем начиная там с 10 с 12 часов до вечера или может быть поздним вечером закончите ли в ночь но знаете на самом деле вот касаемо графика именно я благодарен метрополитену за достаточно жесткий но тем не менее приятный мне кажется на мою на мое взгляни на мое усмотрение график он рандомный в то бишь мы заступаем и днем и вечером и утром и в ночь конечно в моем случае как говорится кто рано встает тому бог подает я люблю пораньше потому что вот казалось бы сейчас даже владимир тыч после рабочее время я время сейчас мы сейчас 15 часов 19 минут я закончил свой рабочий день и 13 38 до 13 38 он уже был закончен официально я за маршрутный лист и делаю какие-то свои дела которые бы мне в принципе наверное хотелось ну ну там по душе увидеться с коллегой или там сделать какие-то какую-то документацию по дому необходимую заплатить за квартиру и что-то либо взять какие-то квитки поехать отнести забрать я могу это сделать потому что график именно таков ну как бы мое личное предпочтение еще раз говорю пока я я закончил свой рабочий день уже в 13 часов некоторые люди большинство количества людей просыпается в обед и говорят что мне принесет этот день когда я понимаю что он мне уже принес и дальнейшие планы я буду вносить корея корректировать и вносить и вносить и он еще он он для меня он большой когда кто-то только все проснулся ну давай что пожелаешь посоветуешь тем людям кто хочет мечтает или может быть захотел после просмотра этого видео попробовать себе себя в роли машиниста метрополитена московского каждому из присутствующих я бы сказал так необходимо четко ясно понимать что ты этого хочешь гореть этим и вопреки всему кто бы что не говорил будь то медкомиссия преподаватели руководство коллеги люди с улицы какую бы информацию тебе не преподносили ты должен четко знать чего ты хочешь куда ты идешь и зачем потому что на пути к этой должности будет колоссальное количество неурядиц каких-то вопросов каких-то недопониманий это все будет и ты должен четко знать чтобы идти именно к своей цели необходимо этим гореть но в любом случае вот тоже вопросы будут если у людей каких-то нот там пришел до в депо возникают какие-то вопросы обязательно люди тебе помогут инструктора руководства те же самые коллеги машинисты наставник в транспортном университете преподаватели и если ты занимаешься и стремишься к этому то тебя не бросят в любом случае общая цель происходящего это твоя работа ты должен понимать чему ты идешь и ради чего ты это все делая самое главное куда ты пришел куда ты пришел да да куда пришел и с чем-то стомит сергеевич смотрите спасибо вам большое прежде всего это был первый наш опыт я надеюсь получится и вам это понравится если понравится обязательно пишите в комментариях оцените видео и возможно мы сделаем какую-нибудь вторую может быть потом еще и третью часть интервью с машинистом спасибо удачи